Привет, друзья! Сегодня у нас с вами задача для десятиклассников. И задача не абы какая, а задача, можно сказать, со звездочкой. Ну и надав книжку, она обозначается такой жирной черной точкой. В общем, задача необычная, над этой задачей надо подумать. Поэтому призываю вас, ставьте на паузу, думайте, вспоминайте, что такое логарифмы, корни и так далее. И сейчас мы с вами эту задачу разберем. Ну и да, сносочка такая для тех, кто боится. На самом деле в задаче ничего сложного нет, даже не придется много писать. Все решается буквально устно, методом пристального взгляда и немного размышлений. Ну что, готовы? Поехали решать вместе. Смотрите, это десятый класс и учебник, так называется, алгебра и начало анализа. Так, то есть давайте с вами начнем анализировать. Смотрите, вот тут у нас под корнем х и под корнем у. Значит и х и у у нас будут больше либо равны нуля. А вот у нас вообще стоит разность х минус у. х минус у тоже, соответственно, больше либо равны нуля, но так как у и х у нас не отрицательные, значит мы можем сделать вывод, что х у нас будет больше либо равен у. И вот этот вывод мы делаем просто глядя на второе уравнение. А теперь давайте также внимательно посмотрим на первое уравнение. х и у у нас положительные. х больше у. Значит и квадрат х больше, чем квадрат у. Ну на самом деле больше или равен, да? Теперь смотрим на логарифмы. Логарифмы у нас с вами десятичные. 10 больше единицы, так как основание логарифма больше единицы, значит, если у нас х больше у, то и логарифм х будет больше логарифма у. Не буду писать, да? Проговорил, все поняли. Ну а раз так, значит у нас левая часть по-любому должна быть больше либо равна правой части. Ну и коль у нас есть вот это вот условие, да, больше либо равно, то есть не строгое неравенство, то единственный вариант, который нам подходит, это х, равное у. И все, других вариантов у нас нет. Ну а раз так, подставляем вместо у х, вот эта штука у нас с вами обнуляется. Тут давайте пишем вместо у х, получается 2 корня из х равно 4. Значит, корень из х равен 2, а значит х равен 4. Ну и, соответственно, у тоже равен 4. И вот, собственно, у нас с вами получился ответ. Единственная точка. 4, 4. Других ответов нет. Ну и, как видите, мы с вами практически ничего не писали. Можно было вот это все тоже не писать, просто держать это в голове. Так, и, собственно, все сводится к одной строчке решения. Вот такая она алгебра и начало анализа, да. Анализируем, думаем, а не просто пытаемся возводить все в квадрат, избавляться от рациональности и потом что-то делать с логарифмами. Нет, друзья, думаем. Ну вы у меня, конечно, большие молодцы, что решаете вместе со мной, смотрите видео. Спасибо за вашу любовь к математике. Ставьте лайк, друзья. И пока. До новых интересных задач.